Вот не пришел домой муж с работы, задерживается на час, на два, на три, вы ему звоните, телефон не отвечает. В конце концов он не приходит вообще ночевать, а телефон все продолжает не отвечать. То есть мысли женщины в большинстве своем, она начинает накручивать, она начинает намерчивать. Превратный ум, понимаете, у человека превратный ум, что такое вообще превратный ум, слух, зрение. Есть такое понятие, как видимое невидимого, но это субстанция духовная. И любящая женщина никогда не будет думать плохо о своем муже. Она будет, конечно, волноваться, что его нет, но она не будет думать о мерзком гадком, почему он не пришел ночевать. Но у многих именно эта мысль возникает, к сожалению. Для чего Господь иногда предает нас превратному уму, прямо специально, чтобы мы не увидели, мы не услышали, мы не узнали. На то его воля есть. На то его воля есть. Опять же, если разбираться в каждом отдельном случае, а что за человек, почему вот так Господь поступил по отношению к нему, чтобы он не видел, не слышал, вообще этого не знал, не разумел, не понимал. Ну, добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Я мало смотрю всевозможных политических программ, очень мало. Потому что все неправда. Все простроено, все срежиссировано, абсолютно все. У нас даже двойники есть среди политических лидеров, которые могут в кадре и сказать все, что угодно. Люди за чистую монету все это принимают. Я просто сегодня подумала о том, что если на самом деле референдум, вот в данное время референдум, то есть человек на сегодняшний момент, не имея истинного понимания вообще всего происходящего, он пойдет за что-то конкретное там голосовать, даже не понимая того, что дальше это принесет, что это будет и как, и что. В любом абсолютно, вот в такой ситуации, как сейчас, что в России проведи, что в Украине проведи, мы не имеем понятия вообще, что происходит. Мы не можем видеть всей картины. Просто не можем. Мы не способны видеть всей картины. Вот я читаю Пророк Еремея, 31 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Удержи голос Твой от рыдания, и глаза Твои от слез, «Ибо есть награда за труд Твой, — говорит Господь, — и возвратятся они из земли неприятельской». То есть речь идет об израильском народе. Ну, Израиль — это прообраз. Это прообраз. Но люди, не имея духа, они начинают рассуждать, они начинают писать жестокие какие-то вещи, комментировать там и так далее. У меня нет никакого осуждения к этим людям, мне их просто жаль. Третьего дня мне написали. Я вчера что-то делала на кухне. То ли мыла посуду, то ли чистила картошку, но это не имеет значения. И я вспомнила просто об этом, потому что я ответила человеку, на самом деле, как оно есть. Мне сказали, что ты орешь, о Боге говоришь и орешь. Ну, наверное, соседи там изоляции, и вообще они там, ну, что-то такое в этом плане. Я представляю, какой голос был у Иисуса Христа, когда Он переворачивал все столы торговцев около Храма Божия. Неужели Он это шепотом делал? Да это даже дело не в этом. Но я попыталась человека принять, и Господь мне позволил. Я очень редко отвечаю. Очень редко. Я просто веду это к тому, что у меня вчера было большущее откровение. Огромное такое откровение. Я и рыдала, и плакала, и рыдала, и смеялась, и танцевала, и что я слышу Бога. Вот что самое главное. Я написала, что мне уже 63 будет, и с возрастом люди теряют физическую способность слышать. А, соответственно, начинают говорить громче, элементарно не слыша самого себя. То есть, ну, физиологическое такое. Я все время работала с оркестром, потом электродная музыка, как сама пела, работала, теперь преподаю. То есть постоянно-постоянно-постоянно децибелы вот эти, все это влияет на мой слух чисто с физической точки зрения, не с музыкальной точки зрения. Я написала человеку, что, может быть, человеку станет как-то... Он задумается. Он задумается. Бог мне позволил. Ты напиши. Ты напиши. Я написала. Простите, что я стала источником вашего раздражения. Я не хотела. Я это искренне написала, без всякого сарказма. Мне вот много лет уже и слух притупляется, способное слышать. Но опять же, если говорить о каких-то моментах, о которых не просто шепотом, а хочется кричать на всю Вселенную, чтобы люди покаялись, я не собираюсь даже на йоту снижать свой тон, даже на йоту. А вчера мне Господь сказал, девочка, даже если ты полностью потеряешь способность слышать, физическую способность, ты всегда будешь слышать меня. Вот это было потрясающе. Вот это было действительно меня и затрясло сразу. И в слезах, и в радости, что я буду слышать Бога, даже будучи глухой. И все его дети будут его слышать. И вот когда мы читаем подобные вещи, каждый, понимаете, каждый мыслит в силу своей распущенности, либо понимает в меру своей испорченности тот или иной стих, или принимает почему-то применительно к самому себе, как будто я обращаюсь конкретно к конкретной личности. Но это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Здесь, конечно, речь идет об израильском народе, пророк Еремея говорит. Но Господь дает нам это слово, и я его вот сейчас применяю лично к себе. Вот к себе. Вы можете его не применять, а я применяю лично к себе. «Удержи голос твой от рыдания, и глаз твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И возвратятся они из земли неприятельской». Возвратятся они из земли неприятельской. Ну а уж каждый, как там, уже ему по совести, по разуму, по своей распущенности, испорченности, по интеллекту, и не знаю, почему там дальше, каждый будет отмерять себе то, что хочет. Но жаль, конечно, что время уходит, и человек до истины так и не доберется. Все привратно. Все приврата. «Изыки 6.9» «И вспомнят о мне, уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их. Отпавшие от меня и глаза их блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». И вот, прочитав это, я подумала о референдуме, что если люди сейчас подвигнут на это, и они, ожесточившись, вот как-то, что неправильно понимая вообще ситуацию, за что я политически ничего не знаю, что там как, просто услышала, что вроде как собирать. У меня была только одна мысль, что вот в такое время, когда человек не понимает вообще, что происходит, как можно отдавать свой голос за то, за что ты не понимаешь до конца. Мне стало страшно, просто страшно, что они сами, что они к самим себе почувствуют отвращение. И человек потом думает, ну как я мог, зачем я это сделал? Как-то вот так, нужно очень быть внимательными. А познать истину можно только с Богом. Только с Богом. Без Бога нам наговорят. Вот Иов. Понимаете, мы сейчас живем, мы можем прочитать эту историю Иова. От начала до конца мы знаем, с чего все началось и чем все это закончилось. Когда произошла война на небесах, когда один из любимейших ангелов Господа возгордился и решил сам стать Богом, «А чем я хуже? Я сам буду Богом». И произошла на небесах вот эта духовная война, и третья часть за ним увязалась, когда Господь просто выгнал с неба. То есть стягаться с Богом невозможно совершенно. Ну и как вы хотите, понимаете, дьявол сейчас здесь на земле, ему нужно любым путем, любым путем завладеть душами людскими. Как это сделать? Вбивать колу между человеком и Богом. И поднимая людей вот на подобное, вот на войны, вселяясь, вселяясь прямо конкретно в лидеров, в государств, в людей, от которых мы с вами зависим, почему мы должны молиться за начальство и власть. Все время должны молиться. Но Господь, Господь, понимаете, в книге Иова, когда Сатана пришел к нему, ну что же он, он же вон у него все, он, посмотри, по-нашему олигарх, Иов по-нашему олигарх. Иов все есть. Семья, дети, дома, недвижимости столько, скота немерено, то есть счастлив все, но он при этом был очень богобоязненным. Он верил Господу и в Господа. И вот как бы своеобразная такая сделка. Сатана просит Господа отдать Иову ему. Отдай мне его. Вот я у него все заберу, и он поклянет тебя. Отдай. И Господь соглашается. Понимаете, и Он соглашается на это. Но Он ставит условие душу не трогать. Забирай все. Но душу не смей трогать. Иов выдержал. Это мы сейчас читаем и знаем. А Иов не знал ни о сделке об этой. Он ничего не знал. Он сидел уже на груди пекла, весь практически прогнивший. А друзья-товарищи ему, его, ну будем называть, знаете, государство, альянс некий. Вот приходили, и мы говорим, слушай, ну ты копайся, что ты сделал, что-то ты натворил. Что-то ты натворил, за это тебя Господь. Жена ему, да уже прокляни, да помрешь уж ты мучаешься, уже прокляни ты Господа. Кто ж только не говорил, понимаете? Вот кто что только не советовал. Почитайте книгу Иова. Но нам же дан этот пример. Что подобное, подобное возникало, а значит и возникает. Но тогда, понимаете, Бог запретил прикасаться к душе Иова. И Он выдержал. Там Дух Божий жил. Там не было чмы. И Он выдержал. И Ему все вернулось в двукратном размере. Господь все вернул. Сатана потерпел крушение. Он проиграл в этой схватке с Иовом. Проиграл. А сейчас, понимаете, последние времена, и вот Он до такой степени, вот лукавый, до такой степени остервенел, что уже никаких правил не соблюдает ничего. Влазит бестактно, нагло уже все вот это творит здесь. То, что Ему вздумается. так же используя людей. Так же используя людей. Кто притерпит до конца, тот будет праздновать. А тот, кто будет роптать, тот, кто будет сомневаться, тот пойдет ко дну. И вот Иов, 19 глава с 25 стиха, с 25 по 27. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день поставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога. И вот дальше 27 стих, ну как же Он прямо мне в душу настолько, потому что я всегда кричу только личная встреча со Христом, личное только общение со Христом, личное буду кричать еще громче, не нравится, уйдите с моего канала. Только личное может дать вам плод, тот плод, который желает именно Господь вам дать, а не тот плод, который лукавый Еве подсунул. И еще все это сказал там всеми разными картинками. Да ты что, не умрете, ешь, да все нормально. Поэтому я когда прочитала, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят его. издаевает сердце мое в груди моей. То есть он верит, он верит, он знает, а я знаю. Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, сию. То есть он все, он разлагался, и он живой труп сидел, понимаете, все у него отнято было, в мгновение все. И я воплоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. Истоевает сердце мое в груди моей. Он знал верю и упав на Бога. А люди на люди у нас настолько мы черствые, грубые. Евангелие от Матфея 13 глава 15 стих. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. У нас одно только, у нас единственный путь только к Отцу. Но к Отцу путь лежит только через Иисуса Христа. Пока человек не раскается, не примет Иисуса в сердце свое, как Господа и Спасителя, который умер за каждого из нас, к Отцу не будет пути. Понимаете, что толку, что люди молятся Отцу, только Богу Отцу. Он сам сказал, Отец сказал, вы ко мне не придете, что вы просто воду в ступе толчете, вы сына моего не признаете, вы не признаете моего сына, которого я отдал за всякого, какой бы ни был грешник, за всех умер сын мой, а вы его не признаете, у вас нет дороги ко мне. А Иисус сказал, уходя потом, после воскресения, сказал, я упрошу Отца, и Он пошлет вам Утешителя, Духа Истины, Святого Духа, то есть как можно получить Святого Духа без Иисуса Христа. То есть Иисус ходатайствует за каждого, кто раскаялся перед Отцом, и тогда Отец нам посылает Духа Истины, Святого Духа, через Которого мы можем и видеть, и слышать, и сердце наше начинает понимать Слово Божие. В противном случае это невозможно. Ну, просто невозможно. И вот Исаия 5 глава. Пророк Исаия с 20 стиха 5 глава. Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом, а свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. все перевернуты. Все перевернуты. Но горе тем, горе человек рубит сук, на котором сидит, скребет, понимаете, на свой хребет. То есть все время мы сами во всем виноваты. Нам некого винить, мы сами во всем виноваты. Сложности сегодня, трудности, мы справимся. Мы справимся. Но только с Богом. Но не хочет человек с Богом жить. Он выбирает свой путь, вершит свою судьбу. Вершит свою судьбу. Вот смотрите. Иисус воскрес, и Он являлся, и вот тут идут двое по дороге. И Он к ним пристраивается. В Луке в 24 главе об этом написано. В 16 стихе мы читаем, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. А вот в этом случае, понимаете, Отец удержал глаза, чтобы они не узнали, что это с ними идет Иисус. Вот так было нужно. Так было нужно. Так удержаны были глаза. Господь удержал глаза. В Иоанна 12 глава 40 стих мы читаем, «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глаза и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Но больной всегда нуждается во враче. В Писании написано, здоровый к врачу не пойдет. Поэтому Иисус и пришел ради грешника, чтобы умереть за нас, за грешников, чтобы растоптать грех, чтобы уничтожить его, чтобы вернуть нам жизнь вечную, победить смерть, забрать ключи ада. Пришел. Если у нас заболеваем мы, тот же зуб или еще что-то, мы же бежим к врачу. А здесь мы считаем, что мы все здоровы. Но мы сами ослепляем глаза свои, окаменяем сердце свое, не видим, не уразумеем и не обращаемся. Не обращаемся, чтобы Господь исцелил нас. Упираемся. Упираемся прям всеми силами. И в Римлянах 11 глава заканчивая 8 стих, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Ну, а зачем уже там рассуждайте сами? Почитайте Римлянам 11 главу. Все. Я благодарю Господа за это время. Спасибо ему за его слово, за его живое и действенное слово. Будьте благословлены, ищите встречи со Христом, иначе не дотянуться до Бога. Отец руки не протянет. Это его слово, его слово, не мое слово. Всего вам доброго. Да будет прославлен Господь в грядущем веках Отец, Сын и Господь. Редактор субтитров